Христианство похоже на дерево. Есть крона, ствол, корни, и есть листья, которые шуршат при каждом дуновении ветра, как будто бы говорят «Люди, веруйте! Веруйте, люди!» Но зачастую за этими листьями не видно плодов. В эфире программа «Вера. Человек. Судьба». Здравствуйте! Я с удовольствием представляю гостя в нашей студии Гаврикову Наталью. Здравствуйте, Наташа! Здравствуйте, Лариса! Спасибо, что приняли наше приглашение. Наташа, ну ни для кого не секрет, что в последнее время, да, наверное, во все времена, людям нравились праздники. Люди устали от плохих новостей, от тех переживаний, тревог, которые они испытывают. Им хочется радоваться жизни. Вот что для вас радость жизни? И умеете ли вы радоваться жизни? Я очень хочу радоваться жизни, люблю, когда это получается. Для меня радость жизни — это возможность общения. Когда появляется в моей жизни человек, с которым я могу пообщаться, пообщаться искренне, проникновенно, для меня это праздник. Когда приезжает издалека моя подруга, и мы можем долго все свои открытия мысленные, все свои новости рассказать, то для меня это праздник. И праздник, когда я вдруг встречаю на своем жизненном пути человека, который искренне открыт, который не надевает маску в общении со мной, то для меня это праздник. Даже если этот человек недалек от своей смертной черты, то есть умирающий человек. А умирающий человек — это что? Это связано как-то с вашей деятельностью профессиональной? Или это то, что вы просто испытали в своей жизни? Это связано с моей профессиональной деятельностью. Я врач и очень часто встречаюсь с людьми, которые умирают, в основном умирают от рака. И иногда удаются с ними пообщаться. Говорят, что люди вот этой профессии, которая часто сталкивается со смертью, они достаточно, ну и жесткие, где-то, наверное, не допускают проявления каких-то чувств, эмоций. То есть они привыкают. Для них это, в общем-то, уже процесс такой нормальной жизни, когда не надо проявлять какие-то свои такие вот сочувства и сопереживания. Насколько я знаю, своих коллег все чувствуют очень боль. Все очень сочувствующие. Но сам вот острота этого ощущения по поводу смерти, вот лично у меня она ушла. То есть смерть я уже не воспринимаю трагичной, панической. Она не страшит для меня, для меня это часть жизни. Такой же нормальный процесс, как рождение, жизнь, праздники, горести и умирание. Это часть жизни. Это всегда так было, это понимание? Или оно потом постепенно в процессе чего-то пришло? Оно пришло в процессе опыта. И в процессе опыта общения с такими людьми. То есть вы убеждены, что смерть — это не конец? В плане своего опыта я уже видела, да, это не конец. И в плане своей веры я узнала, что это не конец. Раньше я очень боялась смерти. Боялась её лично для себя, боялась смерти своих родственников. Когда я узнала… А вам удалось вообще испытать вот такую боль потери близкого человека? Да, я рано не потеряла маму. В юности, в 21 год мне было, у меня умирала мама. И я была свидетелем этой смерти. Я была не только свидетелем, но я пыталась профессиональную помощь ей оказать. Мы вдвоём с нашим родственником делали искусственное дыхание, делали всё, чтобы вернуть её к жизни. Это было как-то внезапно произошло? Да, это была внезапная смерть. Это была тромбоэмболия и лёгочная артерия. Это всегда очень такая внезапная смерть. Редко здесь что-то можно сделать вообще было. Но у меня была какая-то надежда, попытка. Всегда не хотелось родственников выпускать. Ну и в процессе это был такой яркий опыт в моей жизни. Яркое переживание. Ваше становление веры. Я где-то прочитала, что для верующего человека жизнь — это даже не прямая, это луч, которая имеет своё начало, но не имеет своего конца. Вот к пониманию вот этой продолжительности вечности, то есть что не всё ограничивается здесь, вот этим земным периодом, оно когда пришло? И осознанно ли это было? Это пришло примерно в этом же возрасте, около 20 лет. О том, что вера, она бесконечна, и о том, что ты можешь быть бесконечным. Но наибольшее зрение для меня было понимание смысла своей жизни. Я вспоминаю себя в детстве, в раннем возрасте, когда я впервые узнала о том, что человек смертен в 5 лет, в детском садике нам сказали эту информацию. Я пришла домой и долго пыталась осмыслить. Это было совершенно новое. До этого нас развлекали, веселили, и тут вдруг какая-то воспитатель решила сказать детям об этом. Я поражаюсь сейчас её мужеству. Но для меня это было такое первое открытие, то, с чем я стала потрясением. Совершенно верно. Я пришла домой и начала осмысливать. Я умру когда-то? А зачем я тогда родилась на этот свет? Я проживу какое-то время, а для чего тогда было мне рождаться, для того, чтобы потом куда-то уйти? И это слово «никогда, никогда, никогда меня» не будет. Зачем? Для чего был смысл жизни? Кто вообще это всё придумал? И что, взрослые смогли ответить? Взрослые не смогли ответить. У меня были панические в момент этих осмыслений. Я приходила в тупик, у меня были панические какие-то всплески страха. Я бежала, просила «маму, мама, я не хочу, мама, я не понимаю». Мама говорила «успокойся, тебе ещё не скоро». «Ты ещё будешь долго жить, это всё будет очень ещё не скоро». Говорю «ну это же когда-то будет». Потом мне мама сказала «ты знаешь». Моя мама говорила, что это хорошо, что мы умираем. Это ещё больше меня начало задумываться тогда. В чём же так, в чём же смысл этой жизни? И я не находила для себя ответов очень долго. И вот эти вспышки страха преследовали меня примерно до возраста 20 лет. Пока, наконец, я не обрела веру и не поняла, что есть смысл моего бытия. Здесь есть смысл, зачем я сюда пришла. Это значительно облегчило. Это вселило в меня такую радость и такой смысл в жизни, что… Это был какой-то процесс. Вот вы говорите, обрела веру. Что значит обрести веру? Он был процессом. Он был нерезким. Он состоял из некоторых этапов, из некоторых открытий, пониманий. Это был момент… То есть вера, это не есть нечто такое постоянное, константое, вот изначально нечто данное, и всё, и развития никакого не имеет? Мне трудно ответить полностью, рассказать о вере всё. Я могу сказать о ней только из своего опыта и понимания. Я не скажу, что я эксперт по вере. Я думаю, что она как-то где-то присутствует, осознанно или неосознанно. Но по крупицам, те моменты, с которыми я сталкивалась, когда мы с мамой приезжали к тёте, она водила нас в церковь, что это за здание, что это за люди, что они здесь делают, кому они поклоняются, кто это такой, кому они поклоняются. То есть вы были очень любознательными ребёнками и потом уже будучи в юношеском таком возрасте. Мне говорили с детства, что у меня был аналитический ум. Я всё пыталась анализировать. До сих пор даже мне муж говорит, что с тобой иногда бывает непросто. Ты всему пытаешься сделать анализ, какое-то определение сделать или резюме из всего вывести. Ты просто иногда можешь воспринимать жизнь без резюме. Но у меня была такая вот с детства способность. Но вообще-то вера, она как бы далека от рационального чего-то. Она иррациональна. Тогда как это всё совмещалось у вас? Я не знаю, как это совмещается во мне. То есть как-то эти два процесса движутся, иногда параллельно, иногда пересекаясь друг в друга. Иногда анализ пытается понять иррациональности, веры. Итак, возвращаемся к вашим 20 годам. То есть вот это обретение, оно таки произошло. Как это? В разговоре с кем-то, при прочтении чего-то, при осмыслении какого-то явления жизненного? Это были либо книги, которые попадались мне в руки, и я задерживалась на них для того, чтобы посмотреть. Это был опыт посмотреть на свою тётю, как в ней вера. Это была моя няня в детстве. Она была добрым человеком. Очень добрая. Моя няня была очень добрая. Это женщина, с которой меня оставляли родители, когда не могли быть рядышком. Это была старенькая бабушка, которая мне пела песни о добре, о птичке маленькой. Рассказывала стихотворения, там было о Боге. То есть для вас, Вера, это было что-то такое очень тёплое, домашнее, что-то очень нежное, заботливое? Это было нежное, заботливое. Это был и фильм, это фильм Иисус, который наиболее… Я тяжело иногда читаю книги, потому что книги иногда, мне кажется, есть элемент фантазии, который невозможно осуществить в реальности. А когда я вижу фильм, иногда мне кажется, что актёр не может некоторые вещи сыграть слишком запредельные. И фильм Иисус меня очень потряс. Личность Иисуса Христа. В Евангелии, я пыталась до этого читать Евангелие, потому что считала, что это правильно, что так надо где-то жить. Я не увидела его характера, а в фильме я увидела это более остро. И вот его заботу, особенно ещё фильм «Исцеляющая любовь» о враче, который с любовью и верой лечил своих пациентов. Эти произведения меня потрясли. Вот на тот момент у вас были какие-то единомышленники, с кем вы могли обсудить увиденное, поделиться своими какими-то размышлениями, рассуждениями, чувствами? По жизни я всегда отличалась некоторым одиночеством. У меня не сходились никогда отношения с девочками. У меня не было очень близких подруг. В детстве. Сейчас они есть, но в детстве этого не было. Я не находилась в них точек соприкосновения. Они не поднимали меня. Мне неинтересно было, о чём говорили они. Они не говорили со мной на том уровне, на котором мне нужен был. Вот этой открытой, полностью искренности. У меня был друг. Примерно с возраста 11 лет. Молодой человек. Мы дружили. И со временем эти отношения переросли. И сейчас этот человек мой муж. Так вы по жизни практически прошли всю жизнь. Почти с детства. То есть вы вместе с ним уже смотрели фильм. И у вас разговоры были о Боге именно с ним. Именно с ним. Потому что он стал показывать мне. Когда я пришла к нему домой, он показал старинную Библию, которая принадлежала его дедушке. У дедушки в своё время, дедушка был священнослужителем. У него был приход в Москве небольшой. И он с гордостью рассказывал о нём. И с какой-то теплотой. А потом он приезжал к ним в гости, как дедушка пел псалмой, как дедушка крестил его в своей церкви. И мне стало это интересно. Мне тоже захотелось какой-то сопричастности. И когда пришёл момент, я посмотрела этот фильм, приняла решение, что я хочу, там был призыв заключить завет с Богом, то есть отношения определённые, обещания, что я буду служить, что я буду делать то же самое, что делал Иисус Христос. Я пошла к нему и сказала, покрести меня в своей церкви, где крещён ты. И он повёл меня. И я заключила этот завет. Это действительно был завет или это было только начало соприкосновения с чем-то? То есть завет — это, наверное, что-то большее. На тот момент, как я его понимала, это был завет, жажда очиститься от ошибок своей старой жизни и жить новой безгрешной жизнью. А что было дальше? У меня не получилось жить так безгрешно, как я планировала. Я совершала дальше много ошибок. И эти ошибки усиливали... Вы тогда понимали, что такое грех, а что такое безгрешность? Я понимала, что есть заповеди, которые были перечислены. Я имела список этих заповедей. И где-то какие-то ещё обрывочные фразы каких-то бабушек, которые находились в церкви, которые говорили, это можно, это нельзя. Мамы моей, воспоминания её бабушки, которая говорила, что можно делать, что нельзя. То есть чёткого представления о этических и моральных нормах у меня не существовало. То есть какой-то конфликт внутренний назревал, да? Вы видели какое-то несоответствие между тем, что вы читали, о чём вам говорили, что вы считали правильным на тот момент, и что вы делали на самом деле. И что мне казалось, религия требует от меня. Я не смогла делать то, что она от меня требует. То есть где-то не вспыливать, быть всегда кроткой, мягкой, не обижаться, не мстить ещё какие-то, и остальные вещи. Не получалось. Ну, если не получается, то и ну и ладно. Можно махнуть рукой и дальше идти по жизни. Но я ведь хочу следовать за Христом. Я ведь грешница. И даже где-то вот это вот понимание, которое мне было привито, что чувствовать себя грешницей, это даже где-то нормально. Но хотелось всё-таки быть лучше. Я боялась, что какая-то Божья кара меня постигнет. Ваш молодой человек, он разлил ваши чувства? То есть вы делились с ними вот этими своими сомнениями, какими-то страхами, переживаниями? Вы говорили о том, что вы ощущаете себя грешницей, что, может быть, вы не соответствуете чему-то? Он выслушивал меня, но у него было другое понимание. Он более просто относится к жизни и не свойственно ему винить себя и как-то, наверное, ошибся. Ну, давай, пойдём дальше. Давай исправим это. Если была ошибка. Он более лёгкий. Вот ты меня всегда, наверное, выручала, что его поддержка. Я такой человек более депрессивный была, а он более оптимистичный. Он меня очень поддерживал. Ну и так появились какие-то зачатки веры, да? То есть понимание того, что есть хорошо, что есть плохо. Ну а дальше? А дальше? Дальше был тот же один ключевой момент. Это был институт, медицинский институт. Это был первый курс. Это был преподаватель философии, который дал тему. И почему-то очень интересная тема мне выпала по философии «Личность Иисуса Христа, Бога-человек» в трудах Соловьёва. Не найдя никакой информации по поводу трудов Соловьёва, по поводу этой темы, о Бога-человеке, никак для себя её не раскрыв, я попыталась выкрутиться. Попыталась выкрутиться, и преподаватель мне сказал, что я ничего не знаю в этом отношении, и это было достаточно стыдно. И стыдной была моя попытка выкрутиться и сказать о том, что я не знаю. Я была настолько далека от этой темы, что ничего не могла сказать разумительного по этому вопросу. Всё, что я говорила, было совершенно не в точку. И это засеяло во мне, что я не знаю, что во мне много незнаний. Мне говорил мой одногруппник, что моя мама, она ходит в какую-то небольшую общину, и там они изучают Библию, она знает гораздо больше тебя, несмотря на твою пытку получить высшее образование. Это тоже были какие-то… Это был вызов для меня, что я чего-то не знаю. И я решила для себя этот пробел… Восполнить. Восполнить. Поэтому, когда были какие-то библейские курсы, или священники организовывали, или проповедники приезжали, я шла туда, и я пыталась этот пробел восполнить. И ваш пытливый ум, он находил удовлетворение при таком исследовании? Он находил и удовлетворение, он нашел и призыв для себя еще полностью посвятить себя служению Богу. И на этот призыв… И как раз это была тема, которая посвятить себя в медицинском служении. Я самая первая… Один из проповедников, на которого я пошла на тему, было медицинское служение. То, что сказано о медицине, в Библии, о здоровом образе жизни. То есть в этом отношении вам ничего не пришлось сменить в своей жизни? Вы уже выбрали свою стезию, и вы шли по ней, и вам только нужно было в ней как-то утвердиться. Но опять-таки работать медикой, быть врачом, ну все по-разному это делают. Вот теперь уже с осознанием того, что это призыв, это ваше призвание, как вы подходите к своей профессии? У меня много чувств, подходов в моей профессии. Это легче сказать тому, кто смотрит на меня со стороны. Мне трудно отсудить себя саму. Но я могу сказать вещи, которые мне нравятся. Конечно, я, может быть, не смогла получить очень хорошую медицинскую школу, и всегда пытаюсь ее получить. И ради этой цели, для того, чтобы узнать, когда мне сказал, что если хочешь быть хорошим врачом, иди на скорую помощь. И я пришла для этого, опять же, чтобы рекомендировать свой какой-то вызов, свой ликбез, организовать свой ликбез, узнать больше и практику получить больше. Но там я заметила, что работа эта, несмотря на то, что многие воспринимают ее тяжелой, мне она очень нравится. Она мне по духу. Мне по духу в том, что ты встречаешься здесь с конкретными нуждами людей. Люди здесь очень искренние и открыты. У нас совмещенное деление. Почему я отметила, что здесь и работа умирающая, это работа, и со скорой помощью. Приходится и этой работой заниматься, потому что у нас небольшой сравнительный город. Нет такой вот специального разделения клиники. В нашем лор-специальности мы имеем одну общую службу. я заметила, что работа мне это очень нравится. Я стараюсь подходить. Я стараюсь где-то утешить, я стараюсь где-то рассмешить, успокоить. Мне нравится, что врач, если может, должен помочь. Если не может, должен утешить, ободрить. Этот принцип, наверное, я стараюсь в своей работе существить. Всегда ли получается? То есть не чувствуете ли вы какого-то отторжения от людей? Мне удается находить какой-то контакт. Очень редко люди, которые бывают возмущены, которые с вами обращаются. Обычно, даже если человек начинает так себя вести, со временем у меня появились точки соберекосновения, когда человека можно очень быстро успокоить и перейти с ним на такой откровенный уровень, где-то он понимает, где-то мне понятно, почему иногда он возмущен. Становятся более понятны его мотивы, его опыт. Почему так люди часто поступают? Почему им важно на кого-то обвинить? Почему им важно? Это защитная реакция для человека. Когда что-то происходит, то, что ты не можешь изменить, и с этим трудно смириться и принять, нужно на кого-то переложить чувство вины, нужно на кого-то обвинить. Я уже не перестала реагировать на… перестала обижаться, мне перестало быть больно на такие ситуации. Есть ли какие-то сопряжённые области с тем, что вы делаете? То есть в чём-то себя ещё как-то проявляете? Пытаетесь как бы реализовать? Ну, возможно, то, что вам Бог дарует уже сейчас. В своё время я нашла помощь для своей семьи. Я нашла помощь с алкоголизмом моих родственников. И в своей эмоциональной… Я узнала, оказывается, что я была не совсем эмоционально здоровой, реагируя на свою дисфункциональную семью. В семье, которая была… Семья – это была руководителя несколько такого военного плана, предприятия, где требовалась очень большая строгость, чёткость, дисциплина. Эта дисциплина переносилась в семью. В семье тоже было… Несмотря на то, что мы две девочки росли, моя сестра и я. И несмотря на добрую очень маму и мягкую маму, папа был очень строгим. И где-то не было безусловного принятия, принятия на условия, на достижения. Мне в школе всегда, когда я приходила, папа спрашивал, что ты сегодня получила? Пять – хорошо. Не четыре? А почему не пять? И я чувствовала себя уже нелюбимой. И это было во всём. Максимальный подход во всём. Отсутствие какого-то безусловного принятия. И моя сестра, она где-то не выдержала этого отсутствия любви. Она со временем попала на эту… На эту капну где-то капли алкоголя, и пошло всё больше. И я пытаюсь найти помощь, для себя, в отношении со своими родственниками. Потому что вот этот контролирующее поведение, контроль, строгое отношение продолжало и в моей будущей жизни. В отношении уже когда мы с мужем мы стали одной семьёй. Мои родители и родители его пытались контролировать нас. То есть было очень много конфликтов. Я пыталась в этом найти для себя помощь. И обретя её в группе поддержки, в группе созависимых, Ланон так называемый, я потом стала и далее пытаться создавать какие-то дочерние группы. То есть вы сначала были участником? Я была участником. В течение шести лет я выздоравливала сама по этой программе. Теперь я родила… Её невозможно вести эту группу. Часто говорят, ты организовала и ведёшь группу? Нет, я не веду группу. Я продолжаю выздоравливать, но в сообществе уже с другими людьми, которые только начинают этот путь. Вот тогда, Вера, она какой частью является вот этого процесса выздоровления? В 12 шадях, по которым… То есть все ли там люди, вот в той же группе созависимых людей, все ли люди, которые знают о Боге, знают о вере? То есть есть ли разница между тем, кто не знает Бога и пытается как-то освободиться от этой эмоциональной зависимости и теми, кто знает Бога? Программа по своей сути очень духовная. Но она рассчитана на представителей различных конфессий. Группа, которая у меня сейчас, она представители одной церковной динаминации, нам проще говорить. Но если даже эти люди приходят из различных вероисповеданий, группа эта открыта для людей всех респоведаний, здесь используется такое… Есть обязательно обретение веры в высшую силу, признание своей неспособности, справиться с своей проблемой, признать, что есть сила более могущественная, чем я, которая может вернуть мне здравомыслие и полное припоручение себя этой силе. И что там особо очень интересно и важно, это искренне, откровенно признавать свои заблуждения, свои ошибки. И та группа, которая существует, она, видя откровенность и открытость этих людей, позволяет и другим снимать свои маски, выбрасывать их, снимать свои короны где-то, свои роли, способность самореализации, необходимость, и быть просто искренними, открытыми людьми. И также сейчас продолжаю… Начала и продолжаю организовывать группу для детей, для будущих родителей. Так называемая «Алатин». Что с детками? Есть ли какое-то отличие со взрослыми людьми, с детьми? Что от вас требуется? Может быть, больше душевной теплоты, может быть, больше заботы? Или наоборот? С детьми, насколько сложнее с ними в этом отношении. Сложнее то, что родители пришли сознательно, они ищут выход в своей ситуации. Да, потому что я знаю, что дети маленькие, они независимо от того, каков родители, то есть пьет он или не пьет, они любят безусловно. Вот на тот период, пока они еще маленькие, может быть, не достигли какого-то подросткового возраста, они любят. Некоторые вещи с ними нельзя обсуждать. На первом этапе они бывают очень закрыты. Но со временем они начинают воспринимать своего родителя, что это болезнь, что папа иногда ведет себя или мама ведет себя нелогично, это проявление ее болезни. И они уже любят по-другому своего родителя, они не обижаются на него. То есть они просто понимают, что происходит. Да. И они учатся отделять, где идет манипуляция и где истина. Просто когда они вырастают в такой семье, они просто не знают здоровых моделей поведения. И очень большая риска, вероятность, что они выберут такого распутника жизни и сами уйдут в дивиантное поведение. Это такой замкнутый круг, что развивать его очень сложно. Наступает какой-то период отчаяния, если вдруг что-то не получается? Как Вы это преодолеваете? Иногда бывает. Когда приходишь, наиболее сильный, когда ты знаешь, что это нужно, что это важно. Вот был у нас случай восьмой классе школы, нам дали класс, мы делали для них программу, когда папа и мама пьют. Это особый район в городе, где у нас очень много наркотиков, алкоголизма именно в этой части города. Дети, которые туда приходят, это в большинстве собой из этих семей. Мы пришли дать им шанс, как нам казалось. Мы считали, что им очень важно это. Мы не говорили, не объявили тему, по которой мы здесь собрали. Мы говорили, что просто Вы будете иметь больше возможностей, мы приедем в особые занятия. Когда дети, когда они сейчас в школах имеют открытые возможности, они говорили, нам это не нужно. Нам не нужны ваши занятия. То есть это защитная реакция какая-то была? Я понимаю. Шесть уроков, последний урок, когда остальные есть свои планы. То есть, наверное, я бы испытывала такое уже ощущение. Да, школа, возможно, это не то место, но иногда нужно, возможно, где их собрать или пионерские лагеря. То есть, это уже опыт. Ты понимаешь, ты просто пришел не в то время, не в то место. Не в то место. Но работа это важна и нужна, и надо продолжать. И я уже перестала оценивать своим успехом важность работы. Если она важна и нужна, и если ты видишь, что это получалось у кого-то, значит, нужно расти тебе, нужно тебе находить новые подходы. И я это пытаюсь использовать. Я использую поиск образования в этом отношении. Сейчас у меня еще одно образование это организация работы с молодежью. Я прохожу, уже закончила первый курс в этом отношении. То есть, пытаюсь и находить эти подходы. Спасибо большое, Наташ. Но я знаю, что далеко не все в церкви сподвижны. Возможно, найти для себя именно эту область применения своих способностей, своих даров и, в конце концов, реализация того призвания, которому Господь ему предоставил. Вот что бы вы им сказали? С чего начинать? Ну, не стремитесь анализировать то, что непонятно. То, что, кажется, не входит в привычные рамки. Я тоже, когда начинала свой путь веры, мой первый путь был, мне казалось, я нашла Бога, теперь я знаю, что нужно читать Библию, молиться и посещать собрания еженедельно, и тогда будет все в порядке. Поначалу для меня этого было достаточно, а дальше я поняла, что этого недостаточно. И если что-то не входит в привычный круг, не входит что-то в привычное, вот… Не бойтесь этого. Не бойтесь этого. Не бойтесь показаться не таким, как все. Понаблюдайте за этими людьми. Для тех, кто не понимает, что это за программа еще, посмотрите, понаблюдайте. Это нужно не всем. Это нужно особой группе людей, которые получили эту детскую травму, получили травму в взрослом состоянии. Отнеситесь пониманием к этим людям. Спасибо вам большое, Наташа. Спасибо. В эфире была программа «Вера. Человек. Судьба». У нас в гостях была Наталья Гаврикова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова